Hola amigos! А что мы все о нас да о нас об эмигрантах? Ну честное слово, какие эгоисты! И вот сегодня я расскажу, а что же думают о нас, русскоязычных, выходцев с востока, так сказать, детей развалившегося совка, сами испанцы. И я не случайно так вот взял и обобщил всех и вся с территории былого Великого Красного Союза. Для испанцев совершенно не важно, кто мы и откуда, мы просто людишки из страны, которой давным-давно уже нет, и на месте которой появились десяток других и новых. И это никак не связано с геополитикой, уж поверьте. И вот о том, кто такие русские для испанцев, так сказать, для баригенов, мы и поговорим. Ну а вы на канале Испания наизнанку. Подписывайтесь, нажимайте пальчиком на вот этот колокольчик, чтобы не пропускать новых видосов. Ну и подписывайтесь, если вы все еще этого не сделали. Ну а мы начинаем! Поехали! Испания. Это одна из топ стран, куда туристы из бывшего СССР приезжают отдохнуть. Ну и по стечению обстоятельств решают тут и остаться. Помните, как в том анекдоте? Он спустился с гор за спичками, увидел зажигалку, решил и остаться. Ну вот фактически можно почувствовать себя героем этого анекдота. Но вот в другой интерпретации, такой, знаете, более современной интерпретации. Испания. Это одна из самых благоприятных стран для иммиграции. Фактически тут есть все то, что так, знаете, часто оказывается вот среди наших хотелок. Развитая страна, высокий уровень жизни, отличная медицина, качественные продукты. Ну и так, знаете, вишенка на торте, море и солнце. Ах, чуть не забыл. И кто бы что ни говорил, но менталитет у русских и испанцев на самом деле очень сильно схож. Ну да ладно, так как же испанцы относятся к нам? И для начала звучит это немного дико, но сам факт. Они вообще не различают между собой ни русских, ни белорусов, ни украинцев. Ну ты удивил, скажете. Ну подождите, вы дослушаете, ни англиков, ни скандинавов, да вообще никого. Ну китайцы не в счет, этих вообще все отличают. И вот это не то, чтобы безразличие какое, скорее это образованность, наверное. Ну или может быть какие-нибудь еще более глубокие материи. Ну и из забавного. Многие знакомые, так или иначе, которым доводилось сталкиваться с русскими. Я напомню, что русские для испанца это вообще вот все те, кто, ну с востока, начиная от Франции и Германии, вплоть до Индии с Китаем. Так вот, все эти русские безбожно пьют, не особо общительные, веселые и все время на бычки и хамят. Слышь, кто хамит? А кума они сейчас это сказали? Частенько в новых компаниях, ну узнав, что ты русский, спрашивают, а состою ли я в русской мафии. Их искренне удивляет, что многие числятся безработными, ну или проще говоря не работают, но почему-то покупают тут дорогие дома и меняют машины каждый год. А когда начинаешь им рассказывать, что, ну чтобы этого добиться, ты до приезда в Испанию работал как проклятый. И рабы на галерах и то себя лучше чувствовали. Без выходных, без перерывов на обед и по ночам, если это было необходимо. Вот они этого не догоняют. В общем, какие-то вещи у них в голове вот не совсем складываются в единый пазл. Ну да ладно, давайте останемся для них этакими человеками-загадками. Когда был день рождения у моей дочки, мы позвали ее школьный класс, ну и вместе с родителями в гости. Накрыли поляну, разные виды хричительного. Но вот почему-то всех интересовала только она, родная и беленькая. И вот за пару часов все мои запасы иссякли. Для испанцев русская беленькая это что-то, знаете, за гранью добра и зла. Это ого-го. Притом купить ее можно во многих магазинах. Но, видимо, одно дело просто купить, а другое дело пить ее в думе у русского. Спрашивали, действительно ли русский может выпить целую бутылку? Ну, конечно, может, отвечал я. Они ведь не спрашивали, а что потом с этим русским бывает и сколько его будут откачивать. К чему эти физиологические подробности? Вот прям как в той истории про яблоки из Чернобыля. А можно ли кушать яблоки из Чернобыля? Ну, конечно, можно. Только огрызки потом поглубже закапывайте, чтобы они не фанили сильно. В общем, уважают нас за это сомнительное достижение. Отдельная тема – это отношение к русским девушкам. Опять же, вернусь к тому, что испанцы очень похожи на русские в плане менталитета. И что еще важнее, у них очень сильно развиты родственные и семейные ценности. И с учетом того, что местных девушек тут с младенчества растят как самую-присамую. И как результат ни готовить, ни создать уют в доме они в большинстве своем вплоть до пенсионного возраста не могут. И в дальнейшем они еще и умудряются пойти по пути феминисток, карьеристок, вот всех таких, знаете, за равенство. Ну и как следствие, это дает кучу бонусных очков нашим девушкам, для которых, конечно, семья и дом в приоритете. Так что выскочить замуж у них тут, ну, знаете, особого труда-то и не составляет. Русская красавица, она и в Испании русская красавица. А еще, о ужас, они даже, если надо мусор выкинуть или за хлебом сходить, одеваются красиво и красятся. Ох уж эти странные русские. Прям люди с другой планеты. Не дать не взять. А, кстати, они еще и ногти не грызут. Многие из испанцев, с кем мне доводилось пересекаться, еще и в России были и рассказывали мне про Питер. Про нереальное количество пектопахов. И вообще, что это за место такой пектопах в культурной столице? Почему их так много, да прямо на каждом углу? Кто-то из испанцев после того, как узнавали, откуда мы, начинали общаться на родном языке без акцента и с отличным произношением. Мы прямо вот диву давались. Жаль, конечно, что он был английский. А чего вы удивляетесь? Это же всем известный факт, что в России только на английском разговаривают. Притом даже медведи. Кстати, если вас попросят научить какому-нибудь слову, вот смело называйте им любое с буквой «Ж». Ну там, жук, жужелица, ну или жопа. При любом раскладе хорошее настроение на весь день вам будет обеспечено. Выговорить о него все равно не смогут. Но вот пытаться будут до посинения. Все заявляют, что русских легко в толпе вычислить. Вот прям сразу понятно, что это русские и все. Даже если они молчат. Хотя за 8 лет, перед тем, как спросить у нас, откуда мы, нам всегда говорили, вы ведь из Германии, правда? Те, что были в России, жаловались мне, что им не повезло. И никаких медведей на улицах они не видели. Ну что я могу им ответить? Ну, как бы, чтобы не рушить уж их представление, я говорил, что ну не сезон, не сейчас. Приезжайте в другое время. Из страхов. Они реально переживают и боятся, что снова появится какая-то некая русская мафия. Я уж не знаю, что тут происходило раньше, видимо, вот во времена наших 90-х. Ну, как-то прям их подтряхивают от этого. Но при этом они считают русских очень умными, образованными и начитанными. Знающими много и обо всем. Хотя, может, конечно, листят засранцы. Но все же, надо понимать, что все испанцы разные. И русские тоже. И вот, когда начинаешь общаться и больше узнавать друг друга, меняется и представление, и ломаются какие-то шаблоны и стереотипы, что ли. Не знаю. Сейчас, конечно, информационный фон в мире не самый позитивный. Но даже с учетом всей этой русофобской повестки на ТВ и в тех местах, где знают, что мы русские, ну, я ни разу не видел кривых взглядов. Да, говорят порой, что вот Россия – это Путин, а Путин – это вселенское зло. Но приходится объяснять, что один человек даже у власти – это не вся Россия. И, безусловно, эти течения затрагивают и тех, кто очень далеко от политики. Да вообще на эту политику этим людям порой положить. И уж точно никакого участия и решений они не принимали. Это, безусловно, печально, но тем не менее это жизнь. Но в большинстве своем никакого негатива или отторжения к русским тут точно нет. Да и вообще испанцы – это очень неоткрытый и дружелюбный народ. Им совершенно не важно, кто ты, откуда. Хотя, нет, это я немножко гоню. Они на дух не переносят марокканцев, румын, болгар. Ну, и плюс-минус. Ну, а вы были на канале «Испания наизнанку». Подписывайтесь, если все еще этого не сделали. Ну и до новых встреч. Пока!